Здравствуйте! Это программа «Актуальное интервью». Сегодня, в День студентов, мы поговорим о студенческой жизни, которая протекает в Морском гидрофизическом институте. Все знают, что там работают ученые-океанологи, но не все знают, что там есть еще и студенты. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института, заведующий базовой кафедрой морской науки и технологии, доктор физико-математических наук Александр Михайлович Чухарев. Здравствуйте! И также магистрант второго года обучения Яна Бакуева. Здравствуйте, Яна! Ну что ж, первый вопрос, Александр Михайлович, к вам. Как так получилось, что в Морском гидрофизическом институте вообще появилась магистратура? Вообще вот такая форма образования – это уже вещь не новая. Она уже существует в ведущих вузах десятки лет. Например, в том же московском физтехе таких базовых кафедр больше ста. Здесь обоюдный интерес и университета, и наше научно-исследовательское учреждение, потому что, когда готовят студентов в вузу, хочется, чтобы они были лучше готовы. И нам, в свою очередь, хочется, чтобы те, кто приходят к нам на работу или в аспирантуру, также были лучше готовы. Вот инициатива была от СФГУ, и вот эту базовую кафедру и создали. А как давно существует магистратура в Англии? С 19-го года. То есть относительно недолго, но, тем не менее, какой-то опыт уже есть. Да, уже был выпуск, уже есть примеры успешного окончания магистратуры, и люди поступают в аспирантуру к нам. То есть они уже лучше подготовлены, знают, чем будут заниматься, и все из этого вытекает. Яна, вы уже на втором году обучения. Расскажите, как вы вообще попали на магистратуру в МГИ, в каком вузе до этого учились? До этого я училась в МГУ в Севастополе, в филиале направления географии. Увидела объявление о том, что все желающие приглашаются принять участие в конкурсе на бюджетные места в магистратуру, и решила попробовать. Достаточно сложно было поступить, с учетом того, что направление магистратуры – это физика моря, а мое предыдущее направление – это география, то есть мне пришлось несколько увеличить свою начальную базу знаний. То есть долго готовились к вступительным экзаменам, наверное? Мне пришлось готовиться больше, чем моим одногруппникам, которые имели до этого и так направление физика. Но сейчас не жалеете о своем выборе? Нет, конечно, мне очень нравится, и это здорово. Из своих одногруппников вы единственная, кто сделал такой выбор, или может быть кто-то из ваших друзей, знакомых, тоже пошел на магистратуру дальше учиться, может быть даже в МГИ? Из моих одногруппников из бакалавриата? Да. Почти все пошли учиться дальше, но в МГИ я пока что одна. Вот может быть поделитесь вскоре опытом. Да, буду приглашать. Александр Михайлович, какая специфика обучения в магистратуре, расскажите? То есть учебный процесс как построен? Во-первых, когда приходят к нам вновь поступившие студенты, мы стараемся понять, какую именно он хочет изучать специальность глубже. Поскольку у нас очень широкий спектр всяких направлений, и экспериментальная физика, и дистанционные методы, и численные расчеты. Вот в соответствии с наклонностями, с его желанием, подбирается руководитель из числа ведущих ученых нашего института, это кандидат или доктор наук. Ну и читают лекции тоже наши сотрудники, которые знают, что именно уже потребуется в нашем институте, какие особо вопросы нужно больше изучить. И вот это, на это дает возможность подготовить гораздо лучше студента уже к работе в нашем учреждении. Это в основном теоретические знания или практические занятия тоже есть? Конечно, в первую очередь сначала базовые теоретические они должны получить. Но уже с первого года обучения они вовлекаются в научный процесс. В том числе и участвуют в экспедициях, участвуют в обработке данных, участвуют в разработке компьютерных программ для анализа этих данных. Ну, в общем, любая работа, которая есть в институте, она для молодых открыта, и они, в общем-то, обычно с удовольствием этим и занимаются. Вот Яна упомянула, что приходилось много готовиться для того, чтобы поступить. Как вы замечали, насколько подготовленными приходят студенты, например, севастопольских вузов? Выпускники, точнее. Ну, я был бы нечестен, если бы сказал, что все хорошо готовы. Это не так. Ну, кстати, я помню, как Яна поступала, и, в общем-то, у нее было вполне неплохое знание, хотя географы обычно физику не очень хорошо знают, но в данном случае было приятное исключение. Поэтому, конечно, экзамен по физике, он непростой, но, тем не менее, значит, желающему поступить вполне по силам. Ну, наверное, действительно, как всегда и везде, те, кто действительно хотят, они выучат, придут и будут продолжать. Конечно, конечно. Есть возможность. Программа вступительных экзаменов не выходит за рамки общего курса, поэтому просто готовиться, и все. И вполне возможно любому человеку, желающему поступить. Яна, а как Вы прокомментируете учебный процесс? Может быть, какие-то моменты особенно нравятся, и они отличаются от бакалавриата, на котором Вы учились ранее? Самое такое ярко выраженное, это то, что в магистратуре МГИ очень сильный педагогический состав, если его можно так назвать. Это доктора наук, это кандидаты наук. Они дают знания, которые ты можешь использовать не только, ну, как теоретические, которые учил ты, учила 20 поколений студентов до тебя, которые складываются в стол, а такие прикладные знания, которые Вы тут же можете использовать на практике, в своей научной деятельности, в трудовой деятельности, в учебной. Ну, это здорово. Может быть, есть какие-то предметы Ваши любимые, которые уже появились? Ну, я не ожидала от себя, что мне понравится физика. Это, оказывается, интересно. Пары, ну, просто, да, физика, которая была до магистратуры у меня, она всегда была очень теоретическая. Ты видел много формул, много выводов, но ты не знал, как использовать на практике. А тут ты сидишь, и ты прямо видишь, как люди считают, почему они считают, что они из этого имеют, как они прогнозируют. Но это как бы больше подбадривает, больше хочется этим заниматься, когда ты видишь, к чему это все приводит. В целом, студенческая жизнь, если брать вот ее целиком, она отличается от бакалавриата? Наверное, да, потому что эта студенческая жизнь, она уже так более узконаправлена на научную сферу, то есть ты уже участвуешь в школах океанологов, в конференциях. Ты уже не просто как бы ты студент, который, может быть, потом передумает, может быть, потом пойдет совсем в другую сторону, а ты уже как бы целенаправленно, ты идешь к своей цели, ты знаешь, для чего тебе это все надо, и ты с большим желанием впитываешь эти знания, которые тебе дают. Немножко больше поговорим о практике. Участвуете ли вы в исследованиях вместе с другими сотрудниками, или, может быть, у вас какие-то свои направления, свой график, так сказать, обучения? Ну, мы участвуем наряду с другими сотрудниками МГИ. Но дело в том, что нас трудоустраивают, то есть мы участвуем наряду с ними как сотрудники. И мой одногруппник уже ходил в экспедиции. Я участвую на уровне конференций, школ. Возможно, пойду в экспедицию тоже. Ну, в общем, мы считаемся полноправными участниками. Действительно, какие, расскажите, перспективы у студентов-магистрантов? Во-первых, как в качестве такого приятного бонуса для студентов, мы их принимаем на работу, трудоустраиваем. То есть они уже получают зарплату, часть и работы у нас в институте. То есть это дополнительный, во-первых, навык появляется, во-вторых, и стимул. А перспективы? Для нас важно, чтобы мы подготовили специалистов высшей квалификации. Это кандидатов в наук, специалистов, которые бы двигали науку. Потому что известно, что молодые – это наше будущее. Ну и хорошо известно из истории, что все выдающиеся открытия великие были совершены людьми до 30 лет. Закон Семерного тяготения в 24, специальная теория относительности в 26. Поэтому молодые, дерзкие умы, они необходимы нам. И, в общем-то, мы стараемся, чтобы они почувствовали эту специфику нашей работы, знания, которые им дают, и их могли применять. И вот это кураторство, когда каждому магистранту помогает старший товарищ, назовем так, человек уже с опытом, ученый, вот это вот дает возможность и специальность получить очень качественную. И такая смесь получается, вот, как вы сказали, дерзости и смелости с уже наработанным опытом. Совершенно верно. Вот уже есть опыт у людей, которые знают, что есть в науке, что нужно открывать, что хочется открывать. Ну и плюс вот эти вот пытливые умы, которые позволяют вот это все совершить. Но, тем не менее, надо сказать, что наукой не все могут заниматься, не всем это дано. Вот, Яна, почему наука? Почему решили именно в эту стезю пойти? Чем хотелось бы, может быть, заниматься, к чему прийти в будущем? Я, наверное, еще в 10 классе, будучи школьницей, школьницей другого города, другой страны, посмотрела видео в интернете про океанологов. И уже тогда, правда, это видео было, конечно, так сугубо романтическое, это были закаты, это были экспедиции, вот прям совсем так душевно. Но еще тогда я подумала, что, наверное, я хочу вот стать океанологом. И, собственно, с тех пор шла так достаточно целенаправленно к этой цели. То есть для меня наука, потому что это, а почему бы и нет? Потому что это должно было быть именно она. Не знаю, как это связано. У других людей, наверное, желание узнать то, чего не знают остальные, исследовать то, чего не исследовали до них, что-нибудь, возможно, открыть, видеть. Насколько то, что вы видели в детстве и представляли, как это будет, похоже на то, что сейчас есть в реальности, вот в этой работе? Ну, дело в том, что, наверное, так же я себе это и представляла. Я работаю в отделе дистанционных методов исследования, я себе представляла работу ученым с компьютером, с программами. Ну, в моем случае так оно и есть. А в будущем кем себя ведете, к чему? Может быть, уже есть такие глобальные планы, чего хотелось бы достичь? Получить премию какую-то мировую? Наверное, нет, да защитить диссертацию, как бы хотя бы. Скажите, пожалуйста, как, может быть, ученые МГИ, на которых такая дополнительная, в общем-то, нагрузка, ответственность возложили, как они относятся к этой работе, вот такому кураторству над студентами? С пониманием все относятся. Ну, они все тоже знают, что без молодежи, без их помощи, и часть задач просто невозможно решить, и в то же время знают, что, ну, кому же передать свои знания? Ну, вот только тем, кто придет, молодых, значит, их надо обучить, их надо воспитать. Сегодня день студента. Александр Михайлович, может быть, какое-то поздравление своим студентам и тем, кто только подумывает о том, чтобы тоже прийти к вам, приобщиться к науке? Во-первых, очень время вот это прошу ценить всех студентов. Наверное, это самые счастливые годы, и провести их, конечно, хотелось, чтобы с пользой, и весело, и интересно, и думать о себе, о будущем. Большое спасибо, друзья. Поздравляем вас с Днем студента. Открывайте что-то новое, стремитесь к науке, к новым знаниям. Большое спасибо за этот разговор. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях был ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института, заведующий базовой кафедрой морские науки и технологии, доктор физико-математических наук Александр Михайлович Чухарев и магистрант второго года обучения Яна Бакуева. А мы с вами увидимся в эфире телеканала НТС. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин